Всем привет! Сегодня мы с вами будем тестировать тональную основу с эффектом лифтинга. У меня эта тональная основа от Faberlic, я ее показывала в покупках. И достаточно многие из вас заинтересовались именно в тест-драйве этой тональной основы. Также в эту кучку я решила добавить два продукта для бровей, вернее я буду пользоваться скорее всего одним из них. Это тушь для бровей с тонирующим эффектом. Посмотрим как она работает, как она держится. Судя по статистике, такого рода видео вам очень нравится смотреть, поэтому давайте приступать. Начну с тональной основы. Что здесь говорится? Тональный крем имеет взбитую как сливки текстуру, которая превращается в пудровую при соприкосновении с кожей. Дает мгновенный лифтинг эффект и выравнивает цвет лица, скрывая все несовершенства. У меня оттенок 62-89. Сейчас вот я ее открою и мы начнем ее тестировать. Я знаю, что тональные основы от Faberlic зачастую лучше всего ложатся, когда их наносишь руками. Руками я, честно говоря, ненавижу вообще наносить тональную основу, потому что это такое вот жирное ощущение на руках и ощущение, как будто руки грязные. Я подготовила здесь вот эту палитру и я наполовину лица буду наносить руками, наполовину лица я буду наносить спонжем. Спонж это мой любимый способ нанесения тональной основы. И посмотрим, насколько у нее ярко выраженный именно лифтинг эффект. В общем-то, ой, наношу ее на палитру. Как-то она плохо как будто оттуда выходит. Так, первый косяк как будто. Вот я пару помп выдавила. А вот, нет, нормально уже пошло. Но такое, кстати, случается частенько у Faberlic, что первые несколько помп выдавливается нормально, потом нужно пару раз ее проработать, потом опять нормально. Но посмотрим. В этот раз немножко пару первых раз заела. Посмотрим, как будет дальше. Давайте сейчас наносить ее на лицо. Я начну с вот этой стороны. Буду наносить спонжем. Спонжи эти, кстати, тоже от Faberlic, поэтому по идее должны как бы сработать нормально. Оттенок этой тональной основы мне подходит идеально, потому что сейчас вот даже сильно какую-то границу не видно. Вот я наполовину только лба нанесла тональную основу. И мне кажется, вот я в зеркале вообще не вижу, где граница тональной основы. Может быть, камера улавливает, но оттенок очень хорошо мне подошел. Я бы сказала, что эта тональная основа имеет чуть ниже среднего покрытия. Возможно, в лифтинг серии покрытие это не самое важное, потому что зачастую лифтинг серии как раз-таки стараются делать более легкими. На удивление, с помощью спонжа ложится мне нравится. Как единственное, у Faberlic тональной основы такое впечатление, что портят спонжи, потому что она как будто очень глубоко забивается в середину спонжа. И потом ее вывести отсюда практически нереально. Как его не мой, там уже до дыр его дотрешь, пока она оттуда не исчезнет. Ну, в общем-то, в принципе, покрытием я осталась довольна. Мне кажется, что общий тон лица выравнивает тональную основу. И вот сейчас вот я повернулась к вам. На этой стороне вообще ничего нет, на этой есть тональная основа. Что касается... Да, я однозначно вижу, что это у меня такая вот как бы ровный цвет лица, очень такой красивый. И цвет вообще идеально просто мне подходит. Это огромный просто плюс для нее. Лифтинг эффект пока еще не ощущаю. Давайте я сейчас пальцами нанесу на эту сторону и уже оценим как бы финальный результат. Вы знаете, спонжем наносить эту тональную основу намного более приятно. Под пальцами она ложится грубее и полосит. Когда начинаешь ее разносить вот так вот по лицу, она начинает оставлять полосы от текстуры самих рук. Поэтому мне намного больше понравилось, как она ложится спонжем. Поэтому я сейчас даже вот эту сторону спонжем подровняю. Очень тонкое покрытие. Эту тональную основу, по крайней мере, сразу после нанесения я вообще не вижу на лице. Не ощущаю никак какой-то там маской или какими-то неприятными ощущениями. Мне кажется, она достаточно неплохо справилась с тем, чтобы перекрыть все мои недостатки на лице. Итак, вердикт после первого впечатления достаточно хороший. Тональная основа легла очень приятно, выровняла оттенок кожи, справилась с какими-то неприятностями у меня на лице. Что касается лифтинг эффекта, я не знаю, может быть это эффект плацебо, но у меня такое впечатление, что я чувствую какую-то такую как микроподтяжку на лице. То есть такое как ощущение не стянутости, а как будто большей упругости. Самое главное, что я жду от этой тональной основы, это не какого-то там супер эффекта подтяжки, а чтобы она не расслоилась и не завалилась в морщины на протяжении дня. Это для меня самое главное в тональных основах, потому что у меня там супер-мега морщин может и нет на лице, но есть такие тональные основы, которые расслаиваются, заваливаются в морщине, и создается впечатление, что у вас даже больше проблем на лице, чем на самом деле. Поэтому я от нее жду именно хорошей стойкости и хорошего поведения на протяжении дня. Давайте сейчас я нанесу тоже консилер под глаза и перейдем к бровям. Что касается туши для бровей, то у меня здесь это Bourjois Brow Design, два оттенка у меня есть, третий Шотен и четвертый Бран. Четвертый Бран для меня, вернее, скорее всего будет темный, вернее, даже не скорее всего, 100% будет слишком темный. Я хочу попробовать Шотен. Шотен, может быть, как раз будет нормально, потому что хотя волосы у меня достаточно светлые, не блондинистые, но светлые достаточно, брови же у меня своего цвета, такие более серые, более темные. Ну, давайте попробуем. Здесь такая достаточно длинная щеточка. Да, оттенок действительно эта тушь имеет. Это не просто прозрачный гель для бровей. Единственное, мне бы хотелось, наверное, чтобы щеточка все-таки была поменьше. У меня брови достаточно густые, и то у меня с ней немножко проблемы, потому что не хватает мне прицельной точности. А у кого брови еще меньше, чем у меня, или более проблемные, то это будет совсем... Вау! Ну, тушь очень яркий цвет имеет, то есть это действительно такая тонирующая тушь. Я ее сейчас нанесла, пускай она у меня чуть-чуть подсохнет, я думаю, сейчас очень сильно видно разницу между двумя бровями, пускай она мне немножко подсохнет, я ее потом вычешу немножко со своих бровей, потому что, ну, это уже слишком темно для меня. То есть третий оттенок шатен, это уже, ну так, немножко перебор, мне кажется, для моей комплекции. Посмотрим, вычешу, покажу вам, что получится. Ох, да, бровки у меня, конечно, получились конкретные. Ну, давайте сейчас я вычесываю это все. Вообще, в целом, мне кажется, что, конечно, лучше более насыщенная пигментированная тушь для бровей, чем менее насыщенная, потому что всегда можно нанести более тонким слоем, и если вы ищете именно конкретно насыщенную какую-то тушь для бровей, особенно мне кажется, что это классный вариант для шатенок, для брюнеток, потому что если бровь нормальной формы, то вполне, мне кажется, достаточно нанести вот что-то такое и не играться там даже с карандашами, с какими-то помадками, а вот сугубо ограничиться только на туши. Это быстро и эффективно получается. В то же время вы видите, что форму это тоже корректирует очень хорошо. Я вот все смотрю на себя в зеркало, и брови у меня выглядят точно как после покраски хной. Такие достаточно сильно насыщенные и выразительные, но, тем не менее, сегодня у нас такие первые впечатления. На то они и первые впечатления, что я не знаю, что получится, поэтому, ну, получилось сегодня так. Поэтому давайте я вам чуть попозже еще покажу, как держится тональная основа, как она выглядит не при искусственном освещении, а при натуральном дневном освещении. В общем-то, я думаю, вы знаете, как это все работает. Увидимся через пару часов. Уже прошло несколько часов. Хочу показать вам сейчас быстренько, как это все выглядит при естественном освещении. В принципе, пока мне нравится. То есть, пока она никуда не провалилась, держится достаточно неплохо. Посмотрим, как будет дальше себя вести. Итак, что хочу сказать и добавить по поводу этой тональной основы. Она на дне уже где-то от добрых часов 5. Из плюсов. Хорошо ощущается на лице. И, в принципе, вот так вот, если посмотреть, довольно натуральный у нее финиш. У нее появилось немножко легкое сияние, как я люблю. Из минусов, мне кажется, что она подвытерлась в некоторых зонах. И мои там прыщики или то, что после них осталось, выглядит сейчас намного более очевидным. По крайней мере, в зеркале я именно так и увидела. Если пофсумировать все вышесказанное, то если рассматривать тональные основы сугубо в линейке Faberlic, то это, наверное, одна из самых лучших тональных основ, которые я пробовала за все время. Если же мы просто рассматриваем ценовой диапазон, и в целом, что можно было бы купить за эти деньги, то мне кажется, что Bourjois Healthy Mix, конечно, намного лучше, намного выше по всем критериям. И мне, в принципе, нравится больше. Что касается геля для бровей, вернее, туши это и для бровей, то не знаю, как видно на камере, но цвет явно не мой, а в целом, в остальном, она мне очень даже понравилась. То есть, если взять мой цвет, какой-нибудь блонд, то я уверена, что будет намного лучше. И на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. В целом, больше особо добавить даже нечего уже к этому обзору. Если еще что-то будет такое, что будет стоить добавить, то я где-то в аннотациях напишу обязательно. А на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так и было, то обязательно поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и до встречи в новых видео. Пока! Сегодня мы с вами поговорим о пустых баночках, а именно о продуктах, которые у меня уже закончились. Или если они не закончились, то я их также выбрасываю или отдаю кому-то по той или иной причине. Как всегда, давайте теперь по традиции оценим, что было сделано. То есть, вот сейчас я убираю все, что было сделано с фотографией, и мы видим, что глаза у нас намного более уставшими выглядят.